хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя ваш перегоедов олег александрович перегоедов перегоедов год рождения какой 1973 семья сижу на дети и внуки уже внуки да внукам сколько лет внуки мальчик девочек мальчик откуда сами родом сиренской области город снежинск стрижен снежинск снежинск я буду переспрашивать потому что она как бы это города который меня ни о чем не говорят я вижу отец наколки да по малолетству да был судим сидел маленько малолетка была за что 18 лет за хулиганство и сколько лет дали полтора года как попали украин сначала все историю в соцсетях увидел просто рекламу ахмата созвонился заманили тем что ну как бы три месяца контракт сего созвонился с ахматом все позвал даже еще друга созвонился договорился о встрече приехали в чечню вы приехали с другом так и попал ахмат через четыре дня был отправлен на украину когда 10 декабря что в объявлении было подразделение мат набирает для участия в условиях людей со всей россии ну и там условия там зарплата все такое а сколько зарплата 176 помню а цели какие вот что нужно было делать было написано что стоять во второй в третьей линии обороны оборонять блокпосты и все какое-то здоровье и вы на три месяца подписали да с одной стороны стояла ваша подпись а со второй кого подписи не было числа не было но в контракте что поставить в тот момент когда пересечет границу украины ну а кто другой стороной был кто от ахмата подписывать нам не дали почитать ну подпись взяли да просто сказали поставьте все да а кто разговаривал с вами чечены чеченцы а вот мы знали что в украине да часто говорят что охмата чисто чеченский батальон ну не совсем так со всей россии сейчас набирают людей для участия в условиях много с россии едет людей что ну например через через военкомат сейчас по 6 месяцев минимум уедешь участвовать через охмата 3 месяца а деньги как должны были поступать на карточку на карточку банка в плен взяли попал на передовую что как бы говорил что на передовой не будем находиться попал на передовую из десяти человек на сто трое здесь здесь человек была группа с остальными что с остальными не знаю что один как сотый точно слышал по рации один за двух сотился с остальными пятерыми не знаю что случилось а когда взяли плен 31 декабря под новый год а где район белогоровки это по солидарам да не могу сказать я не знаю где находится привезли высадили это район белогоровки я узнал уже от военнослужащих посылал я правильно понимаю что главным мотивом были деньги до главным мотивом было то что контракт короткий до деньги у меня долги а чем занимались россии владитель скорой помощи а сколько заплат 32000 это мало ну у меня ипотека 25000 рублей 25000 всего в месяц в месяц а сумма какая 3 миллиона 100 а на что ипотека была ипотека на квартиру 2 комнаты где в комнатной в новостройке город снежинск а сколько там квартира стоит но 33 миллиона 100 стоил сейчас сейчас подорожала что-то за 4 миллиона а за женой обговариваете все вещи решение было мое лично потому что денег не хватало как бы но решил денег постоянно не хватает уже долги жмут жмут а ахмата много было вот в населенном пункте где воевали мы нас привезли группу в районе 200 человек чечены были чечены были а сколько где-то процентовки ну мало было единицы но они тоже контракт подписали да но видимо я не знаю почему я это все спрашиваю да потому что вот этот кадыров он всегда представляет что там там кадыровцы очень там грозный бум-бум-бум дон-дон-дон и так далее а выходит что там чечены не очень-то хотят воевать отряд кадыровцев я лично не видел они где-то лишь локации видимо в другом месте в тылу где-то больше да возможно я их но не видел у вас какая должность была рядовой у нас нет ни должности как бы ну стрелок ну то есть ака в руках и все на гранатомет но стрелять пока не умеет дали гранатомет один раз показали куда нажимать все но воевали но нет не успел вот как раз ну как на 17 31 с 10 с 10 декабря по 31 21 день там много находился как бы в расположении был под солидаром но там охраняли дорогу как обещали ни одного стрела не было первый день когда вышли на но под белогоровку стрел начался где-то сутки продолжался наверно и с утра нас окружили просто мы вышли из блиндажа вокруг уже бойцы в услуги все взяли в плен и все смотрите это уже декабрь месяц да вот там через несколько дней это будет уже год войны на до сих пор говорят что это слово да в россии я убежден нашел воевать с фашизмом с фашистами вышли вы были убеждены да сейчас что думает ну что я фашистов не увидел по крайней мере видел ненависть людей многих на территориях где мы там стоим дислоцируемся на мирных жителей смотрят с презрением на вас да многие освобождать никого не надо общаться не общался с жителями не ну вот как бы то что смотришь с презрением россиян это значит что не ждали как без презрение будет смотреть все развали россиян не могу сказать боитесь но я не видел там развали но если смотрят с презрением то значит виноваты россияне значит правильно потому что если бы были фашисты и нацисты то они бы смотрели с презрением украинцев а вас бы встречались с цветами еще с чем-то там с караваем смотрите а почему в россии так построена у вас зарплата низкая тяжело выплатить ипотеку но едете на войну другую страну вопрос понятия да мы не знаем не чем больше заработать по образованию кто по образованию электриками я не работал электриком всю жизнь водитель скорой помощи на всех машинах работал на скорой помощи последние 5 лет на выборы ходите за кого голосуете когда как голосовал когда-то за путина за жириновского голосовал за коммунистов голосовал по-разному а почему за путина голосовали да не разочаровал не могу сказать хорошо многие здесь говорят что путин хороший поднял россию до 32 две штуки вы получаете на скорой помощи ну то есть вы бюджетник если так взять а говорите что зарплата низкая значит хреново поднял квартиру не купить никак простому человеку крайне как через ипотеку ну ипотека до съедает много денег сейчас посмотрю сколько это у нас знаете сколько 32 тысячи рублей вот я просто смотрю это это 200 долларов это надо очень низкая оплата низкая не спорю может что-то внутри страны нужно менять они ехать другую страну воевать это скорее всего так вы же понимаете что вы личная проблема как бы финансовые хотели решить у вас была финансовая выгода вы хотели я убежден что я иду с воевать именно с фашизмом поэтому ехал без зазрения совести как бы хотите что сказать всем я думаю не поймут россию сейчас может через несколько лет что значение поймут также все по-прежнему как и был пропаганда ну вы банально можете сказать что не верьте этому всему что говорят в россии за лайки заводят уголовные дела за слова тем более могу я как бы опасаюсь вы боитесь да смотрите вот вы не хотите обращаться к россиянам да у меня такой вопрос сейчас минутку виновными граждан россии в преступлениях совершенных их армии на территории украины считают 87 процентов украинцев они правы это последний соцопрос украинцы правы ну хорошо ваше личное мнение простые россияне виноваты в том что здесь происходит затрудняюсь боясь ну да возможно украинцам что-то хотите сказать украинцам лично за себя хочу привести извинения бог отвел меня не успел убить простите что я нахожусь у вас на территории в это осознали уже здесь войска нато есть украинцы воюют простые я не видел вас кого-то кроме украинцев никого не ждать простые украинцы да а много идут за деньги вахмад эти все что воевали 200 человек с вами это все за деньги на подписать за деньги деньги стимулируют обручу это бесплатно я думаю не пойдет по своему лицу единицы возможно если меня возвратитесь назад моего сюда не все позже упаси они спрашивали почему чечены вербуют других потому что как бы ахматин всегда был как бы чеченским батальоном у них проблемы с личным составом у нас лагерь был отдельно чисто русский чеченцев было совсем мало в этом году единицы может человека 3 5 не могу даже знать почему так но был удивлен что их мало может они где-то в другом месте располагать как бы у вас такой вставал да потому что там по телеку качают что который который большой герой дон-дон-дон а здесь как бы вербуют россиян но по крайней мере у нас в отряде не было ни одного чеченца тут уже на территории как закончить войну как закончить думаю проще всего выйти с украины полностью но рядовым по крайней гражданам не россии не украинцы это не надо да ты президенту украины не надо поверьте мне это и зеленскому не надо и правительство этого не надо это как бы независимая же страна правильно она может выбирать то что хочет ее народ конечно